Слушайте, даже Жигули подорожали на Автовазе немного, но на 2-3% в среднем. Связано это отчасти с повышением утилизационного сбора, отчасти с тем, что с колен поднимаемся, естественно. Ожидается, впрочем, еще не один скачок, 12-17% погоды, эксперты прогнозируют. Но умилило другое, как о повышении цен на российский тренд-кары, такие как Веста, Гранта и Икс Рей, писали пропагандисты. До того, как отметили, например, ведомости, немецкий концерн BMW объявил об увеличении стоимости своих машин. Действительно, они, вон, собственные ведра переоценивают, а мы, наши ласточки, не можем, что ли? Начинаем! Ну и ближе к народу. Избирательная кампания, имеется в виду кампания по выборам президента, еще и не началась толком, а в фонд кандидата Владимира Путина россияне уже успели на донатить 400 миллионов рублей, из которых 9 Владимир Владимирович умудрился потратить на агитацию. Естественно. А еще, говорят, денег у нашего народа, населения нет. Ну, такие обманщики, как я, об этом рассказывают преимущественно. Есть, видите, вот и пример конкретный, пожалуйста. Это ж мы только на операцию какому-нибудь больному ребенку миллион собрать не в состоянии, несмотря на то, что все это делается посредством эфира Первого канала, скажем. А вот на благое дело, на агитацию за главного, да не жалко совсем. По сусекам подскребем, от месячной зарплаты, если надо, откажемся. Ребенку игрушку не купим, лишь бы стабильность в стране не нарушалась. Я уверен в завтрашнем дне, я горжусь своей страной, я действительно поддерживаю президента, потому что, ну, собственно говоря, вижу результаты его вот большой работы, которую он видел. Вот мы жили все хорошо, посмотрите вокруг. Хоть некоторые СМИ говорят, что у нас все плохо, ну, по крайней мере, стараются. Если быть объективным, все-таки улучшение идет вперед, вперед только вперед. Ну, самое главное, что мир и, ну, спокойствие, что ли, что нет войны, нет, как, живем спокойно, как бы, при его политике. В совокупности же все претенденты на президентское кресло проагитировали за новогодние праздники 30 миллионов. Ну, про Путина я уже сказал. Еще в агит-лидерах Ксения Собчак, Борис Титов и Григорий Явлинский. Ребят, вопрос хочу задать. Кто-нибудь из вас вообще видел, как агитируют за этих замечательных людей? Где? Вот и я не видел, а они 20 лямов уже спустили, между прочим, на это дело. Ладно, это реальная журналистика. Вперед, в светлое будущее. Поехали. А в России закончился год экологии. Вот только экологии-то в ушедшем году, как показала практика, никто особо не занимался. Нет, деньги, выделенные на это благое дело, конечно, осваивались. Агитки всякие печатались. У меня даже календарик есть из серии «Береги природу, твою мать». Еще разного рода пикеты, митинги общественники при Солске устраивали. Тоже денюжку на этом срубили, наверное. А вот и реалии, что и кто сделал по-настоящему, ну я особо-то и не вспомню. Помню Челябинский скандал, который весь год продолжался. Даже главный в ситуацию как будто бы вмешался. Воз и ныне там, челябинцы по-прежнему задыхаются. Вопрос с Томинским горно-обогатительным комбинатом. Ну это тот, что прямо с городом граничить будет и убьет все живое вокруг. Спустили на мягких лапах. Если верить пропагандистам, народ в целом не против такого соседства. Да что там не против? Надо, говорят челябинцы, хотим. И чтобы труп побольше. Чтобы дымило, как во время концерта Пугачева и на сцене. Перспектив на сегодня на малой родине нет. Молодежи. Работу сегодня не так просто найти. Тем более, когда крупные и стабильные предприятия, которых в городе нет. Но я хочу работать в Коркино и иметь надежду на будущее. Меня зовут Белкин Евгений. Я студент Коркинского горно-строительного техникума. Учусь на четвертом курсе, занимаюсь общественной деятельностью. Приехал к Коркино четыре года назад. Уже тогда я заметил проблемы с экологией. После прекращения работы разреза, эти проблемы стали резко ухудшаться. Если данной проблемой не займутся в кратчайшие сроки, я не собираюсь связывать жизнь с данным городом. Поэтому я за рекультивацию разреза. Здравствуйте. Я являюсь студентом четвертого курса. И знаете, что я вижу как молодой специалист? Это экономический упадок, это безработица и попросту экологическая катастрофа. Однако на сегодняшний день у нас есть выбор. У нас есть альтернатива. И это рекультивация Коркинского разреза. Никого вам эти ребята не напоминают? Пересмотрите старые советские фильмы о комсомольцах, которые якобы что-то там, где-то там строили. И сразу все станет на свои места. А аргументы какие? Даешь зеленый свет угольному разрезу и будущему Гоку. Больше угольной пыли хотим. Это ж хорошо для здоровья и для природы тоже в целом неплохо. Вот так вот, кстати, эта прелесть выглядит. К слову, никто не хотел бы летний отпуск, например, провести в этих живописных местах. Грибочки, ягодки пособирать. Они там мух, мясистые, подозреваю. Перемещаемся на юга, в Краснодарскую губернию. И там тоже есть живописные места для отдыха и единения с природой. Пожалуйста, набережная реки Сосыка в Павловском районе. На этих кадрах вы можете видеть всю красоту данной водной артерии. Ну и окружающей ее девственной природы, разумеется, согласен. Не совсем Гавайи, но ведь почти. Главное вовремя рекламную речевку вспомнить, если есть на свете рай, это Краснодарский край. Кстати, данные кадры были сделаны еще в октябре. Тогда же местные написали протестную петицию, в которой призвали экологов вмешаться в бедственную ситуацию. На петицию-то, впрочем, все наплевали. А вот это уже январские кадры. Та же река чуть ниже по течению окрестности станет и ленинградская. Она причем тут всю жизнь так, да? Не. Не? Бывает. Ну, наверное, когда сахарные работают, вот тогда и пена херачат. Вы хотите ванную с пеной принимать? Ага. Принимай ванную с пеной. А вообще протяженность данной речушки 159 километров. Мимо трех крупных населенных пунктов она течет. Пока течет. Впрочем, чему я удивляюсь, как будто бы мы не в России живем. Ладно, оставим давайте в покое экологическую ситуацию в стране. Все равно ничем не можем помочь. Вернемся на грешную землю. В Томскую область вас приглашаю. В город Северск. Где за зад прихватили очень хитрого и, я бы даже сказал, мелочного мэра. Геттеры порадовали на сей раз, а речи вот о чем. Жил да был в Сибири один очень хороший человек, Георгий Шамин. Работал на службе у граждан. Руководил крупнейшим в России закрытым городом. И вот однажды заработал данный чиновник на покупку уютного семейного гнездышка в 560 квадратных метров. Ну, заработал и заработал. Что тут удивительного? Слуги народа и посолиднее хоромы приобретают. А дело в том, что слишком жадненьким господин Шамин оказался, на чем и погорел. Сами смотрите анекдот из серии «И такое тоже прокатывает». Дом учиты Шаминых появился более пяти лет назад. Для того, чтобы поселиться в районе, где почти все коттеджи словно замки, семья городоначальника взяла ипотеку и оформила документы на центральное отопление, электричество. Тогда еще муниципальное предприятие «Единый расчетный кассовый центр» начало прислать квитанции на оплату ЖКХ с удивительными данными. Мы здесь уже пять лет живем. Когда случайным образом увидели квитанции, были в шоке. Дом, в 560 квадратных, стал всего 19,5. Соответственно, за отопление нашли оплату всего 1000 рублей. Вот те самые квитанции, которые в тихом городе наделали много шума. Суммы к оплате за отопление действительно в районе 1000 рублей. Таким образом, до 2016 года семья мэра могла сэкономить на отопление около 1 миллиона. Неравнодушные горожане подняли шумиху, и семья городоначальника установила в доме прибор учета. При этом квитанции продолжила оплачивать каждый месяц, а приблизительно раз в квартал, а то и в полгода. Подтверждающие документы в редакции имеются. Коммунальщики на это закрывали глаза, и никаких штрафных санкций, судя по квитанциям, не вводили. Поняли, да? Ай, молодец мужчина, ай, экономный какой, поражает другое. Коммунальщики на протяжении пяти лет ведь свято верили, что мэр-то ютится в домишке в 19 квадратов. У меня теплица в огороде большей площади похвастаюсь, а они там, повторюсь, свято верили, что чиновник просто очень скромно живет. Браво. Ладно, закругляться пора, это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в ютубе, ссылка на нее сверху, вы найдете еще целую кучу удивительного. Заходите, любопытствуйте, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, время с пользой потратить, обещаю. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. Все, пока. Пока. Я хочу обратиться к вам, дорогие друзья, вы работать будете или нет? Это что такое? Субтитры сделал DimaTorzok